МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу. Материала корреспондента в телекомпании Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главе. Ужесточение карантина не исключают санитарные врачи. Ситуация по распространению коронавируса усугубляется. Определенная тенденция к увеличению пациентов со средней, с тяжелой степени тяжести, она идет по нарастающей. 30 тысяч повладарцев привлекут к первому общегородскому субботнику. Свобода в танце. Слабовидящие воспитанницы школы-интерната создали творческую команду. Павлодарская вермиферма по разведению красного калифорнийского червя и тепличный комплекс Верми Тех Плюс представляет уникальную продукцию собственного производства – биогумус, и продукцию на его основе, которую вы можете приобрести в магазине Верми Тех Плюс. Жидкий биогумус Верми Тех Плюс, изготовленный на основе продукта жизнедеятельности красных калифорнийских червей, является единственным удобрением, обеспечивающим экологическую чистоту выращиваемой культуры. Здесь же можно приобрести великолепный, питательный, воздуховлагоемкий почвогрунт для выращивания рассады. Высокоурожайные семена голландских селекционных компаний в удобной упаковке для дачников и садоводов. Вас порадуют низкие цены от производителя. Возможно, доставка. Наш адрес. Проспект Назарбаева, 2, телефон 8747-525-3902. Магазин Вермитех Плюс. Детство. Детство. Детство это свет и радость. Ой, какой звонкий петушок поет, какой голос. Красивый. Грация дикуори, шоуноу муалто фелисе, кеу потутто регаларви моменту джои, моменту дфеллицита. Грация лей. А вы думаете на итальянском? Да. И я пошла в школу наравне со всеми детьми итальянцами. Я изучала материал, то есть все предметы на итальянском языке с нуля. Было очень сложно. Мы уехали с очень маленькой суммой, которой хватало ровно на неделю проживания просто в гостинице без питания. Дома в Милане я бываю в год приблизительно 12-14 дней. Все остальное время я нахожусь в других странах. Пение – это язык души. Оперный певец не всегда себя слышит так, как его слышат зрители. И ему всегда нужно постороннее ухо. У кого-то это педагог, у кого-то это супруг, у кого-то это человек в театре, который находится. А у меня мама. Это просто что-то неописуемое, когда ты видишь глаза людей, которые услышали твой посыл. Я привыкла есть средиземноморскую пищу, проживая в Италии. Что есть, то и ем, да? Да. Паста, пицца, море, броду. То есть вы вот это вот то, что нормально, да, пицца вам любите? Да, конечно. Обожаю. Для семейной жизни, как вы считаете, готовы? Или когда вы можете быть готовы? Нет. Карьера? Пока карьера, потом все остальное. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ермис». Вы хоть одного итальянца угостили бешпармаком? Скажите мне, пожалуйста. Я посылаю воздушные поцелуи. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Месячник по санитарной очистке города объявили накануне. Напомню, первая массовая уборка пройдет 10 апреля. Выйти планируют более 30 тысяч повладарцев. Это работники КСК, бюджетных организаций, а также сотрудники крупных предприятий. Подробнее о предстоящем субботнике расскажет Азиза и Сабай. Череда субботников стартует уже завтра и продлится до 10 мая. Охватить планируют около 100 улиц города, поселки Зеленстрой, Жанаул и Железнодорожников, а также 14 участков ездных дорог. Глава региона подчеркнул, что месячник по санитарной очистке – это не просто уборка мусора. Это гораздо шире и больше. Я хотел бы, чтобы на этом вы сакцентировали основное внимание. Сюда входят приведения в порядок полностью парков, скверов, кривых опор на территории городов и районов, скамеек, урн, брусчатки, которая провалилась, ограждений, остановок и так далее. Масса вопросов, которые необходимо приводить в порядок после зимнего содержания. Как сообщалось ранее, город условно поделят на 24 участка. За каждым будут закреплены специальные группы, в которые войдут депутаты, полицейские, руководители управления. В первом субботнике планируют принять участие более 30 тысяч павлодарцев. В период проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке территории города примут участие более 50 областных городских госучреждений, более 130 организаций, обслуживающих живой фонд – это КСК, ТО, ИП, домовые комитеты, более полутора тысяч крупных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, учащиеся в техническо-профессиональном образовании по закрепленным территориям, а также депутаты городского мастихата и председатели местной полицейской службы. Напомню, к наведению порядка во властном центре привлекут 70 самосвалов и 30 погрузчиков. Вывозить отходы в период месячника будут бесплатно. Кроме этого, коммунальщики намерены ликвидировать стихийные свалки. Например, в прошлом году расчистили более 100 мест, куда повладарцы самовольно выбрасывали мусор. За это нарушители были наказаны на общую сумму более 9 миллионов тенге. Азиза Исаба, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Турецкая компания «Карума» сотрудничает с повладарскими производителями химической продукции. Встреча прошла на территории специальной экономической зоны. Инвесторам презентовали масштабные проекты. Как работает СЭС в период пандемии в нашем бизнес-блоке. Спонсор бизнес-новостей и магазин сантехники и отопления «Керемет СНАП». Всегда выгодно и комфортно. В специальной экономической зоне Павлодар работают в штатном режиме, несмотря на пандемию. К примеру, на днях турецкая компания заинтересовалась реализацией нового проекта на территории СЭС. Инвесторам рассказали об основных участниках химического кластера, производителях готового сырья, хлора, каосической соды, гипохлорита, натрия и соляной кислоты. В целом, наша область является достаточно развивающей и развитой в химической сфере. Специальная экономическая зона является фундаментом для развития данной отрасли. Сегодня также им были презентованы преференции и возможности работы на территории специальной экономической зоны. Как вы знаете, специальная экономическая зона – это наша жемчужина по привлечению инвестиций. К слову, пандемия не ослабила производство в специальной экономической зоне. Даже наоборот. В некоторых направлениях работа усилилась. Я даже скажу, что производители химического производства, резиденты специальной экономической зоны, они в некоторых своих позициях даже усилили объем своих продаж. Такие производства, как хлор, дезинфицирующие средства. Например, наш проект «Бона» увеличил свой объем продаж за счет того, что на рынке увеличилась потребность дезинфицирующих средствах. Иностранные инвесторы намерены наладить на территории СС новое производство хлорной продукции. Казахстанских предпринимателей пригласили с ответным визитом в Турцию для дальнейшего сотрудничества. Азамат Айтхалин, телекомпания «Ирбис». Мобильное приложение «Ашик» внедрили в Павлодаре. Оно предназначено для определения статуса COVID. При входе и выходе из коммерческого объекта будут сканировать QR-код, который зафиксирует количество людей, чтобы позволить узнать результаты ПЦР-тестов. При этом делать его, уверяют разработчики, не обязательно. Они не исключают сбой в системе, тогда вносить данные будут вручную. Также есть вероятность, что предприниматели будут скрывать истинное количество посетителей, поэтому задачу мониторинговых групп данное приложение не облегчило. 50 человек стоят в приложении, а на самом деле там 150. В этом случае тогда жесткие меры мобильной группы имеют. Как я и сказал, на первый раз их может быть на 2 недели, а второй на 2 месяца, а в третий раз вообще лишат. Я имею в виду такие факты, когда через суд приостановят деятельность заведения. Проект действует только в пилотном режиме. Бессрочно уверяют, что для бюджета области и владельцев бизнеса данная разработка предоставляется бесплатно. Но при этом принять участие изъявили желание только 10 субъектов предпринимательства. Среди них фитнес, компьютерные клубы, спа-центры, сауны, бассейны, боулинг. Азиза Исаба, Серико Нагбаев, телекомпания Ирбис. Оборудование Керемет Сантех делится отличными новостями. В период с 5 по 24 апреля действует рассрочка до 12 месяцев без процентов. Теперь совершать покупки стало еще выгоднее. Здесь вас ждут практичные и функциональные решения. Для вашего дома, квартиры, унитазы, ванны, джакузи, душевые кабины различных форм и размеров. Оригинальные и надежные смесители. А также большой выбор стильной мебели и аксессуаров для ванной комнаты. В ассортименте климатическая техника, конвекторы и радиаторы. Здесь же представлены современные электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Ждем вас по адресу улица Циолковского, 24. Магазин сантехники и отопительного оборудования Керемет Сантех. Ученики 6, 7, 8 и 10 классов могут снова вернуться на дистанционное обучение в Павлодарской области. Если эпидситуация продолжит ухудшаться. На сегодня, к слову, в Павлодаре полностью закрыта школа лицей номер 16. А по региону на карантине 14 классов. Распространение инфекции опять идет на подъем. Отмечают и медики. Количество пациентов со средней и тяжелой формой увеличивается. Второй день в желтой зоне и уже заговорили о новом постановлении. Не исключает, что закрывать придется детские развлекательные центры, сократить количество зрителей в кинотеатрах. В общем, вынуждены вернуться к тем ограничениям, которые действовали буквально пару недель назад. Сразу как бы на обережении, да, будут ли приниматься какие-то ограничительные меры, да. Ограничительные меры будут рассматриваться согласно критерий желтой зоны. В течение, например, в течение где-то пяти дней будет рассматриваться. И если дальше ситуация будет продолжать ухудшаться, то эти критерии будут внесены в постановление. Продолжается в Павлодарской области вакцинация. Накануне доставили в регион крупную партию российского препарата – 11 тысяч доз. Призывают записываться на прививку у участкового врача. Тем временем в больницах количество пациентов растет. По стационару, значит, я говорю, 400, ну уже округлю, там 440 пациентов находятся из них. В реанимации у нас 25 тяжелых, которые, ну, как крайне тяжелых, скажем, 6. Это которые на ИВЛ-аппарате, мы их считаем крайне тяжелыми, поэтому 6 пациентов находятся. Поэтому мы видим, да, что все-таки определенные тенденции к увеличению пациентов со средней и с тяжелой степенью тяжести, она идет по нарастающей. Кстати, по информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, ужесточение карантина уже не коснется детских садов. Возвращать дежурные группы в планах нет. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Павлодарь водитель иномарки совершил наезд на пожилую женщину и скрылся. Об этом сообщается в одном из пабликов в сети Инстаграм. Видео набирает тысячи просмотров и сотни комментариев от недовольных горожан. А зрители телекомпании «Ирбис» обсуждают отключение горячей воды и тепла. Все самое интересное в нашем обзоре не пропустите. Спонсор новостей из соцсетей салона европейской обуви Ральф Рингер. Качество и комфорт, проверенные временем. Видео с камер наблюдения быстро облетело все городские паблики в социальных сетях. В описании к нему говорится, что все произошло возле магазина по адресу Лермонтова 86. После наезда на пожилую женщину мужчина якобы отправился в аптеку, но больше его не видели. Тепло и горячую воду в Павлодаре будут отключать начиная с 19 апреля. Новость о новых сроках испытаний была опубликована в аккаунтах телекомпании «Ирбис» в социальных сетях и на официальном сайте. Почти две сотни комментариев от наших дорогих подписчиков и зрителей. Вот за что я не люблю Павлодар. Значит опять полгода. Не будет горячей воды. Так уже который год. Опять терпеть и терпеть. Да мы и не расслаблялись. Круглый год что-то терпим. Маленький силач из Павлодара. Атлету всего 9 лет, но Федя Моменов уже успел выиграть абсолютно на всех соревнованиях, в которых участвовал. Он чемпион по дзюдо, гимнастике и стритворкауту. Люди шокированы силой воли и характером этого маленького атлета. Своими достижениями делится в социальных сетях. Он может подтягиваться, отжиматься без остановок больше 30 минут. Отметим, что мальчик учится на отлично в школе. Есть у маленького силача из Павлодара и большая мечта. Он хочет быть таким же мудрым, техничным, атлетичным и справедливым, как Балуан Шолак. Верим в этого таланта! Обувь сохраняет форму, дышит, а ноги не устают. Действует доставка по Казахстану. Есть беспроцентная рассрочка до 6 месяцев. С ассортиментом моделей вы можете предварительно ознакомиться на нашей странице в Инстаграм. Торговый комплекс Тулпар. Первый этаж Бутик-221. Старый ЦУМ Бутик-22. А также торговый дом Артур-3. Бутик-356. Нет дискриминации. В Павлодарской области действует соглашение с бизнесменами о приеме на работу людей с вирусом иммунодефицита человека. Где ВИЧ-инфицированные могут трудиться на равных со всеми, а где это действительно запрещено, расскажем в следующем сюжете. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вас отказываются обслуживать в больнице или принимать на работу? Такая проблема хорошо знакома людям с ВИЧ-инфекцией. Именно по поводу СПИДа в обществе больше всего распространены негативные стереотипы. Это явление называется стигма. Ассоциация человека с чем-то позорным и постыдным. Однако подобная дискриминация недопустимо, заявляют специалисты. В Павлодарской области она тоже случается, но редко. Мы своевременно реагируем на жалобы наших пациентов, помогаем с юридической точки зрения. Мы общаемся с работодателями. До недавнего времени мы, знаете, малый, средний, крупный бизнес подписывали соглашение, что ВИЧ-инфицированных увольнять с работы по заболеванию нельзя. Также на предприятиях нельзя требовать справку о наличии ВИЧ. В Павлодарской области сегодня порядка двух тысяч инфицированных. 40% из них трудоустроены. Сфер реализации много – от услуг до промышленности. Но есть и ограничения. Например, категорически запрещено работать в медицине с пациентами из-за вероятности контакта с кровью. К слову, в Павлодарской области с начала года зарегистрировано 45 новых заболевших с ВИЧ. Больше половины заразились через шприц, принимая наркотики. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Куча мусора возле подъезда, стихийные свалки в центре города и просьба о санитарной обрезке деревьев по EDG B67 сегодня в мобильном приложении. Видео зрители сняли на камеры смартфонов и прислали в редакцию «Ирбиса». Давайте смотреть очередную подборку в нашей постоянной рубрике. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Ждём вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. На сегодняшний день сад 53-й, замечания устранены, луж нету, дороги чистые. Фото и видео снятое с каждого входа в детский сад. Это адрес EDG B67. Вот дерево наклонённое прям стоит сильно. Вот. И вот это вот дерево тоже такое же. Вот. Она тоже наклонённо там. Крышу цепляет. И тут деревья тоже. Крышу цепляет. Когда ураган так шатается, так уже и кора лопается уже на дерево. Видите? Вот, кора лопается. Дерево крутится, вертится. Нам вот надо санитарную обрезку сделать. Сколько раз обращаемся в КСК. Она всё говорит. Каждый год заявку подаю и никакого толку. Может, вы чем-нибудь поможете. Вот, посмотрите, это Таро Игорево напротив океана. Пешеходный переход. Я вот ребёнок. И всегда страшно тут переходить дорогу. Вечно тут машины гоняют. Не всегда останавливаются. Города Аксу. Вот так. Всё зас***но. И вот так отдыхаем. Вот, смотрите. Чистят тротуар. Где так видано? Пыль с табом. Воды нету. Это что такое? Что за чистка? Что за... Куда ЖКХ смотрит? А вы посмотрите, что они творят. КСК Гульдер 2001. Здравствуйте. Убедительная просьба. Акимат. Вот, Камзина 106 дом. Напротив была раньше стоянка. Посмотрите, что здесь делается. Найдите хозяина. Или что-то сделайте, пожалуйста. Спонсор мобильного приложения Торговый дом Мега приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик Мебельсон и Заречие. Ждём вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Фантастическое, потрясающее и просто шикарное новое поступление в торговом доме Мега от российских фабрик Мебельсон и Заречие. Яркие, функциональные и ультрамодные детские гарнитуры. Светлая древесная текстура зрительно сделает комнату просторнее, а яркие рисунки подарят вашему ребёнку хорошее настроение. Современные и роскошные модели спален. Здесь они представлены на любой вкус. От нестареющей изящной классики до лаконичного модерна. Оригинальные и практичные кухонные гарнитуры с мега-скидкой от 30 до 40%. Спешите. Количество ограничено. Завершит и украсит интерьер стильная и уютная мягкая мебель. Торговый дом Мега желает вам приятных покупок. Володарским школьникам вручили медали Ельбасы бронзового уровня. Церемония награждения проходила несколько дней. Напомню, акция охватила всю страну. Участвовать в ней предложили казахстанцам в возрасте от 14 до 29 лет. Подробнее наш корреспондент. Участникам своеобразного челленджа было необходимо выбрать бронзовый, серебряный или золотой уровень. Далее начать программу, которая длится от 6 до 18 месяцев. За это время молодые люди раскрыли свой потенциал в семи направлениях. Спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. Победителям проекта вручили награды. В целом, по Павлодарской области их 222 ученика. В первом потоке было 55 участников. Мы их наградили в канун Дня Независимости, 14 декабря 2020 года, с участием Акима в области. Вчера буквально прошло награждение с участием Акима Хурманова и Задамы Ангельдины. Наградила на 21 ученика. Сегодня награждает Акима Балатханула. Одним из обладателей бронзовой медали стал Бауржан Нурбагамбетов. Он выбрал спорт, в частности, легкую атлетику, волонтерство, а еще помогал пожилым людям и животным. Научился готовить и изучил национальную кухню. Чтобы получить бронзовую медаль, нужно работать полгода. Существует несколько направлений, по которым каждый человек, который участвует, должен отработать. Я считаю, что для меня это был огромный опыт. Я многому научился, раскрыл все свои способности на 200%. За это огромный рахмет всем организаторам этого мероприятия. Стоит отметить, многие повладарцы выбрали серебряный и золотой уровни. Награждение победителей пройдет в июле и декабре. Азамат Айтхалин, Артем Злобин, телекомпания «Ирбис». Этого не может быть. Так реагируют люди на танцевальный коллектив «Биг Фэмили», когда узнают, что на сцене слабовидящие. Девочки умело научились маскировать. Это и выполняют все движения синхронно, да так, что побеждают на республиканских конкурсах. Об их секрете расскажет Артем Буланов. Камила, Сабина, Анелия и Наташа. Сегодня они задают ритм. Все же в коллективе порядка 10 прекрасных и грациозных участниц. Есть даже совершенно слепые танцоры. Но во время любого номера это незаметно. Синхронность чувствуют благодаря звуку и внутренней энергии. Человек и его третение, да, вот их квартет работал так. И скажу, что в нашей работе мне больше всего помогало в синхронности это то, что девочки друг друга понимают. То есть они уже между собой сплоченные и дружные и меня понимают. И вот это взаимопонимание дало такую четкую работу, что когда после каждой репетиции я видела результат, у меня, честно, у меня в душе как будто вот расцветал маг. Методик в обучении слабовидящих танцу сегодня несколько. Самое распространенное это взять ребенка за руку и выполнять все движения вместе. Ритм неразрывно связан с доверием к наставнику. Не зря ведь у этого коллектива имя «Большая семья». Здесь все друг другу стали родными. На самом деле мы очень сильно переживаем, когда выходим, потому что был огромный период времени, когда мы не танцевали, не виделись вообще. И вот первые наши выходы на сцену были очень ужасные. Было тяжело и страшно. Я их всех люблю, обожаю. И с ними классно работать. Девочки очень смелые, сцена для них лучшее место борьбы со страхами. Педагоги говорят, если они научатся уверенно идти по ней, то и в жизни все будет прекрасно. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Я вот, честно сказать, плохо танцую, мне всегда что-то мешало научиться хорошо это делать. Ну, кто-то Владимир не умеет танцевать, а кто-то и играть в футбол. Ну, это ты, наверное, про нашу сборную, ведь в обновленном рейтинге FIFA 124 место. А это останется загадкой и все подробности через мгновение. Первые деньги я заработал в Сочи на стройке плитки таскал. Я здесь получил практику игровую, на которой мечтал с самого детства за свой родной город, за родной клуб поиграть. Ребята, этот выпуск «Головой облёт» вы точно не должны пропустить, ведь я рассказываю вам о молодых казахстанских хоккеистах со всей страны и мы радуемся их успехам вместе. Юсуп Асуханов и Данияр Берембаев шумели в этом сезоне и заставили обратить на себя внимание абсолютно всех любителей игры. Так что этот выпуск они полностью заслужили. Вы увидите их в обычной жизни, а не только на льду. Будет много непривычных для вас локаций и новостей. Эксклюзивная новость. Я думаю, что еще до того момента, пока выйдет выпуск, еще о ней никто знать не будет. И после выпуска только люди узнают. Неожиданный сюжет и экшн-сцены гарантированы. Ну, саму в обороне нравится больше. Головой облет это и есть казахстанский хоккей. Премьер-лиги сегодня начинаются матчи четвертого тура. Первыми сыграли Тарас и Шахтер. Счет 4-0 в пользу хозяев. А в воскресенье стартует чемпионат второго по значимости казахстанского дивизиона футболисты Экибастуза. Сезон открывают в гостях. Дебютант лиги Аксу проведет домашнюю встречу. Стоит сказать, поединок пройдет с болельщиками. Предстартовую подготовку Аксу завершает на центральном Павлодарский стадион заявлен домашней ареной команды. Дебютант первой лиги успешно прошел регистрацию. В составе ряд новичков, а вместе с опытными Чернышевым, Шабалиным, Бралиным и Заречным выступает за Аксу Брид Григорий Сартаков. На последний рубеж приглашен экс-воротарь Алтая Алмаз Сапаргалиев. Много в команде молодых футболистов Нурбол Ануар Беков, Данил Кузнецов, Анатолий Красотин и Вадим Яковлев, игрок Ю-18. Я с ним работал еще когда помогал его пригласили. Он тоже был в Зимру на тот момент. Сейчас прошел сборы с Динамо Москвой, с дублем. Как бы игрок по возрастным и по качеству он к нам подходит. На данный момент мы его тоже пригласили. Это один из первых, кого мы сразу пригласили. В первом туре Аксу будет экзаменовать другого дебютанта лиги клуб Тарас Каратау. На матч приглашают болельщиков в ход по бесплатным билетам, которые необходимо получить в день игры. В кассах центрального стадиона по улице Толстого с 9 до 12 часов. С двух часов будут открыты работать два входа на центрального стадиона. Это с улицы Луначарского и с улицы Толстого. То есть необходимо будет пройти получить билет и пройти на места, которые укажут стюарды. И соответственно обязательно люди должны быть в масках. Согласно санитарным требованиям распространят порядка двух тысяч бесплатных билетов. При входе на стадион каждый болельщик пройдет термометрию. Сборная региона по стрельбе из Лука в Алматы показала прекрасный результат. Там подвели итоги чемпионата Казахстана в закрытых помещениях. Команда за эти годы научилась побеждать вопреки непростым обстоятельствам. Лучники часы напролет оттачивают мастерство в единственном в городе и требующем срочного ремонта лукодроме. В полумраке этого тира готовились противостоять сильнейшим сборным со всей страны. Золотое трио Александр Гритчин, Егор Поляков и Александр Смагин уступили лишь признанным фаворитам в командном споре. Мы обстреляли Чемкент, Алмату, Нурсултан, Уральск. Много команд позади нас осталось. Я считаю, что второе место это очень хороший результат. Трудно в том, что у них много тренеров, соответственно много учеников, много спортсменов. Есть скамейка запасных, можно сделать отбор. У нас как бы ребят поменьше. Мы друг друга поддерживали, каждый у нас стрессовал. Мы друг друга успокаивали, так поддерживали. Уже 24 апреля очередной важный выезд первенства страны на этот раз не в помещении, а на стадионе. Ставки очень высоки, лучшие попадут в состав национальной команды Казахстана. Соперница с Турцией, Испанией и Украиной победила павлодарская дзюдоистка Зарина Байбатина. Она участвовала в престижном международном турнире Кубок Анталии. В итоге золотая медаль, а мастера шашек говорят, что их игра лучше любой компьютерной. Шашки 64 как онлайн-стратегия, говорят павлодарские мастера. Эта игра не для слабонервных. Сборная региона во время чемпионата Казахстана стала одной из лучших благодаря слаженной работе всего коллектива. По классике у нас было два вторых места. Это Ахмед Аружан и Макетай Нурбол. В Рапезе у нас было две бронзы. Это Нурманов Донат третье место занял и Ахмед Аружан. В Рапезе у нас один чемпион, который в 2008 и 2010 годах участвовал у нас куподил Рустам и он стал чемпионом. И также третье место занял Нурманов Донат. И такое у нас получилось шесть медалей. Спор за медали велся в трех дисциплинах классики, рапиде и блиц. Для большинства обывателей видеть такие доски в диковину, но мастера легко проводят самые запутанные комбинации. Чемпионат непростой. Основные золотые медали победили спортсмены из ЭКО. Ну в командном за счете тоже вот они были позапрошлым году первой. Наш Павлодарск был вторым. Ну ребята оказались еще сильнее. Если повезет, победители отправятся на чемпионат мира, но это при самом удачном раскладе. Если интеллектуалы смогут добиться финансирования. В общекомандном рейтинге в лидерах также сборные из южных регионов. У нас на сегодня все. Читайте и смотрите самые интересные новости на нашем сайте rbistv.kz и страницах в социальных сетях. Приятных вам выходных и оставайтесь вместе с телекомпанией «Ирбиц». «Ирбиц». Редактор субтитров «Ирбиц». Корректор «Ирбиц». 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 Продолжение следует...